привет ребята сегодня на моем канале необычный обзор что в нем такого необычного за несколько последних лет на моем канале вы успели посмотреть массу самых различных телефонов от премиум класса до низкобюджетного сегмента и скажу вам откровенно что флагманы и копеечные телефоны стали интересовать меня все меньше и меньше почему спросите вы отвечаю дорогущий флагман в стране с крайне нестабильной экономикой может позволить себе далеко не каждый а откровенно дешевый смартфон так измучает вас что его будет просто хотеться швырнуть об стену в моменты когда он сильно тормозит поэтому сегодня я хочу показать вам интересный смартфон среднего ценового сегмента плюс к тому же смею вас уверить что про данный бренд из вас слышали буквально единицы это не samsung не nokia не huawei это мало известный китайский бренд инфиникс итак герой моего сегодняшнего обзора это инфиникс 08 обо всем по порядку я буду стараться говорить только про его объективные характеристики не приукрашивая и не зазывая купить этот смартфон как на ярмарке инфиникс 08 может похвастаться просто огромным дисплеем с диагональю 6 целых 85 сотых дюйма и разрешением full hd плюс частота обновления экрана в инфиникс 08 составляет 90 герц верхнем левом углу расположен вырез для двух фронтальных камер основной с разрешением 48 мегапикселей и широкоугольной на 8 мегапикселей причем ребята вот тут обратите внимание что даже фронталка может снимать видео в разрешении 4к не говоря уже об основной камере а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сердцем Infinix 08 является чипсет Mediatek Helio G90T, работающий в паре с 8 гигабайтами оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 128 гигабайт, которую можно расширить с помощью SD-карты. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт составляет 4500 мАч. Сканер отпечатка пальцев находится сбоку прямо на кнопке включения. Есть разъем для наушников 3,5 мм. Самое интересное, что в Индонезии на старте продаж этот смартфон с очень неплохими характеристиками стоил всего 259 долларов. На глобальный рынок Infinix 08 вышел совсем недавно, 1 сентября 2020 года. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Основная камера получила целых 4 сенсора. При этом главный модуль это многим известный Sony IMX 686 с разрешением 64 Мп и поддержкой оптической стабилизации. В роли вспомогательных выступают 3 остальных модуля на 8, 2 и 2 Мп. Давайте сделаем так, чтобы все эти красивые и впечатляющие цифры не выглядели как реклама, я оставлю ссылки на оригинальные необработанные видео и фото, сделанные этим смартфоном в описании под видео и вы сами все сможете посмотреть и оценить. Теперь перейдем к тому, что касается игр. Infinix 08 позиционируется как бюджетный игровой смартфон и тому есть основания. Как я уже сказал, у него неплохой процессор, много памяти, как оперативной, так и встроенной, очень большой экран, достаточно емкая батарея. Мне было очень интересно сравнить его именно в играх с настоящим хитом этого года Poco X3 от компании Xiaomi. Я загрузил на оба смартфона PUBG и Asphalt 9, чтобы лично убедиться, как они будут вести себя в игровых режимах. Да, у Infinix и Xiaomi разное железо внутри, но какого-то явного преимущества одного телефона над другим в играх я не увидел. Оба аппарата достаточно плавно и комфортно отрабатывают себя в играх. Продолжение следует... Продолжение следует... Также мне было интересно потестировать оба этих смартфона в плане камер. Все ссылки на оригиналы видео и фото с 08 и Poco X3 я добавлю в описание, чтобы вы сами смогли оценить, какой из телефонов лучше снимает в разных условиях. Итак, ребята, напишите в комментариях, какой смартфон вам понравился больше, Infinix Zero 8 или Xiaomi Poco X3? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok